Здравствуйте! С вами личные финансы, передача о грамотных инвестициях. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, Артём. Итак, наша передача собирается уйти на каникулы, и перед этим хочется подвести итоги за прошедшие полугодия. А какие наиболее примечательные новости случились, как показали себя наши стратегии, и, наверное, другие темы, что это свидетельствует. Попробуем коротко объять прошедшие полугода, действительно. Те зрители, которые нас регулярно смотрят, наверное, и без подведения итогов, знают примерно, что происходило. А для всех остальных хочу сказать, что минувшие 6 месяцев на рынке были относительно спокойными. Наверное, можно вспомнить лишь какие-то резкие события буквально недавнего прошлого, связанные с английским фунтом, но эти события не столь сильно повлияли на российские события. Они кратковременные еще были. Да, мало того, что они кратковременными оказались, во-вторых, они, опять же, на российский рынок финансовый в целом сильно не повлияли. Да, может быть, со временем будут долгоиграющие какие-то последствия. Есть мнение, что это может затянуться, но пока нет. Начало года у нас было связано с тем, что продолжалась некая турбулентность на рынках. После скачков в конце 2015 валюта у нас двигалась в довольно-таки хороших амплитудах, и это давало возможность нашим стратегиям на протяжении января и февраля продолжать бурный рост. Я напомню, что с 10 января до конца февраля, это всего полтора месяца, стратегия синергии успела прибавить целых 50%. Это очень много, с учетом того, что это 45 дней. Дальше рынок впал в такой боковик, если говорить официальным, простым языком. По сути, не было трендов никаких. Да, тренды ушли с рынка, рынок впал в такую мелоколичную волну, и, соответственно, на этом этапе стратегии, ориентированные на трендовые какие-то скачки, они перестали зарабатывать. Как раз-таки личный портфель, который ведет Максим Миронов, демонстрирует последние три с половиной месяца, что портфель находится в стадии просадки. Мы следим за стратегиями компании «Финам» в рубрике «Личный портфель». В начале года на рынке было несколько удачных трендов, на которых нам удалось заработать. Однако последние месяцы идет спад. В экономике и политике особых потрясений или изменений нет, а значит, нет и трендов. Здесь надо пояснить такой момент, что отсутствие движения на рынке, это не означает, что стратегия находится тоже без движения. Дело в том, что мы для того, чтобы зарабатывать, для того, чтобы поймать тренд, вынуждены регулярно совершать какие-то сделки. Да, то есть если начинается рост – покупать, если начинается падение – продавать. Если это движение окажется долгосрочным, любая из сделок сразу нам принесет хороший доход. Однако если это движение прекращается и является обманчивым, то мы из сделки выходим, фиксируя какой-то ограниченный убыток. Либо небольшую прибыль, совсем небольшую. Либо совсем небольшую прибыль, да. И когда чередуется таких сделок, ну скажем, штук 10, а то и больше, тогда, соответственно, в целом стратегия начинает терять уже значительные величины. И сегодня мы переживаем именно такой момент. Другое дело, статистика на нашей стороне в том смысле, что за чередой неудач, как правило, следует очень серьезная 1, 2, 3 удачи, которые перекрывают весь предыдущий негатив и позволяют выйти на новые высоты. После каникул мы выйдем в августе месяце и увидим, что рынок пришел в движение, и вместе с тем пришли в движение результаты наших стратегий. Также второй полугодие нам сулит интересные события в политической жизни нашей страны. В сентябре буквально скоро у нас выборы в Государственную Думу. Наверное, в преддверии выборов рынок в целом будет более-менее спокоен, но по его результатам, по результатам выборов на рынке могут произойти серьезные какие-то сдвиги. С учетом того, что все-таки сдвигов в экономике позитивных мы пока особо не видим, более того, мы видим, что правительство ведет работу над сокращением бюджетных трат, что давно не происходило в нашей истории, по некоторым позициям вообще никогда не происходило, оказывается. Поэтому будет что обсуждать, будет зачем следить и, соответственно, на чем зарабатывать. С 1 января 2016 года должен был полноценно заработать закон о форекс-дилерах в России. Случилось это или нет? Или на сколько случилось? Ну, формальные, скажем так, признаки случившегося есть. Закон действует. Стали появляться брокеры, которые получают лицензию ЦБ. Первым оказался брокер Финам Форекс. Однако в полноценную, скажем так, правовую среду этот рынок все еще не вошел, потому что нужна саморегулируемая организация. И по факту могу сказать, что эти компании, созданные под эгидой материнских компаний, в нашем случае это Финам Форекс, услуги на этом рынке до сих пор не предоставляют. То есть они существуют, они готовы запустить свои продукты, но пока этого нет. Поэтому по факту на сегодняшний день Форекс-услуги в России находятся вне правового поля. И клиенты, пользующиеся услугами Форекс-дилеров, остаются такими же незащищенными, какими они были и в прошлом, и ранее годах. Ну вот последняя история в Уфе произошла, да, очень большую сумму денег потеряла клиент одной из компаний. Как раз таки на Форекс-рынке. СМИ наши буквально, да, на неделю-две назад об этом писали довольно-таки активно. Более того, добавлю, что два таких случая, на самом деле, были известны за последнее время, когда люди, по сути дела, рисковали всем нажатым добром, квартирой, да, верили, скажем так, в обещания умелых менеджеров, в то, что, оказывается, эту сумму можно в короткий срок приумножить, соответственно, решить все проблемы жизненные, погасить ипотечные кредиты, там, может быть, еще что-то сделать. Подобные вещи, они кажутся очень заманчивыми, и, к сожалению, люди на них клюют, на эти уловки, да, и когда теряют все, что зарабатывали многие годы, ну, остается только пожать плечами и пожалеть. Рынок Форекс разрекламирован как рынок, где можно стать богатым за пару секунд. Однако, вкупе с этой славой есть множество сложностей и особенностей, на которых и прогорают начинающие трейдеры. Нужно помнить, что игра на бирже вовсе не игра, а работа, анализ и обучение, постоянное самосовершенствование. Ведь просто угадать, как будет меняться цена, достаточно сложно. Помните об этом, когда вам в очередной раз обещают золотые горы без риска и, скорее всего, завтра. Но здесь никаких способов защиты, как я уже сказал, если вы работаете у Форекс-дилера, находящегося вне правового поля, у вас нет. То есть все риски вы берете на себя, и даже если ваши деньги ушли не потому, что вы совершили неверную сделку, а как по любым другим причинам, то в любом случае, правда, искать бесполезно. Понятно, что на рынке всегда есть рыночные риски, они есть и у нормальных брокеров, которые работают с лицензией, такие, как у нас. Но мы, по сути, сейчас честно говорим, что вот у нас просадка. Да, конечно, мы об этом говорим открыто и говорим причины, почему это происходит. Это рыночный риск. Мы в любом случае остаемся заинтересованными в том, чтобы наш клиент зарабатывал. Это наша главная цель, глобальная цель. А если участник рынка, брокер, не заинтересован в доходности клиента, а наоборот, ему важно, чтобы клиент потерял свои деньги, тогда идет прямой конфликт интересов. И клиенты наших форекс-дилеров зачастую оказываются именно в этой ловушке. Они не понимают, что изначально их партнеру, так называемому, нужно, чтобы он потерял свои деньги. Вот это самое ужасное, к сожалению. И многие об этом даже не догадываются. Несмотря на то, что информации достаточно, весь интернет ее заполнен, и мы ведем свою разъяснительную работу. Но, видимо, всему свое время. Финансовая грамотность в одночасье не повышается. Ну и касательно финансовой грамотности. Наш передачи сейчас уходят на каникулы, но, тем не менее, финам по-прежнему работает. И, я так понимаю, лето сейчас, самое хорошее время обучиться чему-то новому. Конечно, кто свободен, кто продолжает находиться в городе, добро пожаловать на наши курсы. У нас каждый вторник и четверг открытые семинары, также продолжаются тематические занятия. Пожалуйста, добро пожаловать. Мы в Уфе на ЦРУ-75, уже пятый год, поэтому многие нас знают. Кто еще ни разу не был, добро пожаловать. Ну что ж, на этом все. Мы уходим на месяц каникул. А сейчас давайте послушаем Максима, нашего консультационного управляющего. Как дела с нашими портфелями на 200 тысяч рублей и на 1 миллион рублей. До свидания. Здравствуйте. Мы продолжаем вести наши два портфеля. В нашем большом и маленьком портфеле за предыдущую неделю изменений не произошло. Мы продолжаем находиться в шорте по валюте. А валюта же продолжает находиться в боковике. И находится сейчас около уровня 65. В нашем большом портфеле, помимо шорта по валюте, находится покупка золота. Золото радует, обновляет свои локальные максимумы. Большинство инвесторов сейчас уходит из рисковых активных, именно защитные. Это как раз таки и есть золото. Итого, наш большой портфель оценивается в 916 088 рублей. Наш маленький портфель оценивается в 167 842 рубля. На этом все. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!